Привет! Мои кицуны, как видите. Ромашкина готова. Изямуха одет. Циля тоже. Угадайте, что? Ну, как все вы уже догадались, мы собираемся в аэропорт. Стою утрапа самолета. У нас час ночи. У нас спит, а я тут выспиваю пісни. Ну, она сейчас встанет, конечно. Она уже почула, что мы тут шубуршимся. Такси уже вызвали. Сейчас ждем такси. Короче говоря, самолет у нас в четыре. 50 утра. Ну, надо заранее туда попасть, вы сами знаете. Вот. По дютику полазать. Ха-ха! Любимое дело. Специально с дому. Не душусь. Только дезодорант и все. Чтобы в дютику на шару набризгаться кицунки. Даже еще не знаю, чим. Ну, выберем с вами. Будем ходить. Я поснимаю немножко. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность. Так что все. Короче. Буду освещать вам наш путь. Как мы будем добираться. Надеюсь, что будет все хорошо. Очень на это надеюсь. Вот. Держите за нас кулачки. Все. До включения. Мы уже в такси. Ну, вот. Мы уже на регистрации. Стоим в очереди. Ждем. Скоро, скоро, скоро. Мы пройдем в зону дьюти-фри. И поглядим, что там нас ждет. Так что, надо набраться терпения. Что ты там шебуршишься? Я шукаю. Выложивши. А? Выложивши таблетки. Какие таблетки? Эти не выложили. Карвалтаб? А? Откуда выложить? Зачем их выложить? Не надо. Не надо. Ну, не надо. Нет, выложивши таблетки. А бутки зменят? Да. Да. Я тоже раз поделюсь. Да? Ну, там фальга, наверное, вот. Это я таки первый раз всюду. Ну, все может быть. Я же возвращаю. Так, ладно. Я не знаю, я вот эту вот одела брошечку. Может, и у меня звенеть будет. Я ромашечку одела. Худе звенеть, сниму, подумай. Ладно. Включусь уже в Дьюти Фрі. Ура! Мы прошли уже все. Паспортный контроль, все сдали. Представляете? Просто. Нет слов для выражения. Я так возмущена, кицуньки. Як бы вы только знали. Я даже матюкалася. Короче говоря, дала билет, бачер. Я подаю два паспорта, одинаковых, одинакова фамилія. Мы вместе сдаем багаж. Дае нам, представляете, дае нам билеты в разных рядах. Разные вообще места, абсолютно разные. У меня 26-й ряд, у него 27-й ряд. Это настолько, я считаю, непорядочно просто. Но если ты бачишь, что едут вместе, постарайся дать хотя бы в одном ряду. Если уже там мест рядом нема, ну хотя бы в одном ряду. Но давать разные ряда вообще просто я возмущена. Ну да ладно. Главное, что все хорошо долететь и все будет хорошо. Так, ну что, идемте в Дютюфрі. Взяма, а ты куда? А? 40D куда? Куда? Иди сюда, что ты бубнишь там, я не чую. 40D или что? У нас 14D виход. Это в ту сторону. Тебе не жарко? Может, снимешь? Я ничего не понимаю, не все. Так, ну что, тогда я пошла в Дюфетку. В парфюмы. А ты где будешь? Ну, тогда я ходу по гору, дай. Туда будешь? Значит, встречаемся где? А в кафе мы не пойдем? Чай попить. Позже? Пещай. Ну, можно было бы это. Попить, мы с собой взяли бутерброди. Ми, я сделала бутерброди. Ну, думаю, зайдем где-нибудь в кафешку, перекусим. Все, короче, давай. Я пошла бродить по парфюмерии. Ну, я найду тебе. Просто перез... А, я, может, снимать буду. Я найду тебе. Ну, ты, короче, сюда придешь. Давай. Китюньки, погнали. Я вам переворачиваю сейчас этот телефон. Так, ну что, пошлите в женский рай. Тут нас Герлен встречает. Ну, это достаточно известные все ароматы такие. Свежие, со свежими нотами. Бергамот, лимон. Вот этот вот называется. Так и называется. Бергамот. Калабрия. Вот. Потом вот запах магнолий и мандарина тут, по-моему. Если я не ошибаюсь, да, вот. Магнолий и мандарин. Ну, короче, все, все таки ароматы известны уже. Не будем сильно багато застрять на цьому вниманию. Тут шанельки у них. Ну, там пока люди. Я туда не буду подходить, бо будут все равно нам мешать. Там, кстати, есть и мужские тоже ароматы. Зямуха сейчас пішов на перекур. Він підійде. Я его тоже сказала. Не бризай. Він з дому хотів побризаться. Я говорю, не бризгайся, я тебе хочу набризгать в дюті фрі. Вот этим мужским. Это я, вы подивите. Я, наче это, наче Анка у Чапаєві, яка патроны подавала. Тут у меня ноутбук, а тут у меня сумка. Так вот, я саважем хочу его набризгать. Так, теперь, что тут у нас? Живанши. Живанши. Вот Живанши бы я бы затестила. Ну, опять же, тут люди пока. Давайте подійдем до той стойки, где никого не має. Так, а тут у нас Диор. Ну, Диорки тоже очень и очень прекрасный бренд. Так. Джой. Ну, Джой в перегоде радость, да? Хто не знает. А ну-ка. Сейчас я маску изменю. Тут, кстати, все без масок ходят. Потому что все же с тестами идуть. Поэтому разрешают ходить без масок. Ой, боже, який запах приятный. Обалденный. Знаете, я сейчас... Ой, вообще просто. Тут, мне кажется, больше цветочного такого всего. Намешано. Цветочный аромат. Очень приятный. Ну, мне роза чувствуется тут. Вот как-то розы больше. А ну-ка в этом, что? Или это один и тот же? Что-то я... Ну, цвет разный самой водички. Бачите, цвета разные. А нет, это другой запах. Но это мне не очень. Тут, по-моему, знаете, якийсь такий... Немножечко, як... Древесный. Что-то есть древесного. Так, ну, Мидиор. Жадор – это классика. Ох, який он нежный. Ну, уже Жадор не в моде. Жадор не в моде. Так, куди мы еще придем? Вот этот вот я хотела взянушку брызгнуть. Но его пока нема біля меня. Вот он придет, я его обязательно по-парфюмлю. Если можно так сказать. Так, а это что у нас? А, это что я тестила уже. Так, что-то в мене... Давайте, сейчас я найду место, где никого не мало. Столько людей? Прямо ужас. Так, явился замушка, не запилился. Что-то в тебе все на бік рень. Сейчас далеко не отходи, побрызгаться надо. Так, идем до Живаншики, цюни. Тут уже более-менее рассосалось. Сейчас вот, идем. Я дуже хочу понюхать вот этот аромат. Я о нем наслышана. Вот я не знаю, как правильно его прочитать, потому что это по-французски написано. Но я вас уверяю, запах обалденный. Я уже просто его слушала. Правда, правильно же говорить. Будем с вами по-умному говорить. В Киеве заезжали мы в Летуаль, и он мне дуже понравился. Стоит он 79 евро. Значит, тут, вы знаете, такой запах, он ни на что не похожий. Тут вот, такой он цветочный, цветочный. И в то же время, можно сказать, даже, якийсь присутствует, то ли Амбра, то ли шо. Вот. Я что-то не подавилась в интернете, надо было почитать про него, а я не подготовилась. Но мне він дуже нравится. Він такой нежный-нежный. Сладость есть, но вона не притерна, а такая очень, знаете, як ласкающая такая вот. Ласково-ласково. Очень классный аромат. Обратите на него внимание. Отживанши. Так, идем дальше. В общем, китюни, мы уже сделали очень важное дело. Пшик-пшик сделали. Вон, він пахне у мене уже. Так, все, Зямка, не мешай, я пішла дальше. Я сюда выйду. Давай. Тут будешь что-нибудь? Да, да. Так, Зямуха пішов на выход. Вон он пішов. А мы с вами перемещаемся. Куда мы перемещаемся? Так, ну шо, зайдем в Ланком. В Ланком, Ланком. Ну, в принципе, ничего нового. Трезор, Лави. Лави, дуже сладкие, такие, с жженым сахаром, ванилю пахнуть, карамелью. В общем, це, у меня, кстати, вот этот запах асоциируется с доцей, бо в ней таки були. Так, потому что тут еще, вот эта вот поэма, поэма. Скажу так, запах очень известный и в то же время ненадоидаемый. Вин очень сексуальный. В нем, вы знаете, вот это вот, якась есть таинственность, что ли, в этом запахе. тоже вот рекомендую затестить, если у когось буде возможность. От Ланком, поэма. Ой, класс. Я, может, даже сегодня ним брызнусь. Ну, ще пока не решила. Пока поставлю на место. Так, внутри зор я не хочу. Так, что еще, что еще. Ага, вот и доль, и доль. По-моему, так правильно читается. Девочки, только что его тестили и понабрызгувались ним. Ну-ка, я понюхаю. Послушаю, кицюньки, мы же интеллигенты, надо сказать, слушать. Ну, я вам скажу, да, запах нежный, очень такой, знаете, воздушный для нежных, молоденьких девочек. Вот. А вот этот запах, это просто, это блаженство. Я, наверное, вернусь на эмбрызнусь. Ну, сейчас пойдем еще с вами походим, потом я все-таки, наверное, вот этот одену сегодня. Так, идемте дальше. Переместимся с вами в следующий отдел. Так, тут Джорджио Армани у нас. Вот стойка. Вот сразу нас встречают какие-то новые, написано, что это новый аромат для женок. Вот. Ну-ка, сейчас мы затестим его. Не знаю, мне не нравится. Что-то в нем такое есть отталкивающее. Не пойму, что. как-то, как-то, какая-то химозная нота тут есть. Мне не нравится. Как-то, нет. Так, а это? А тут что-то я не чувствую запаха. У меня, походу, уже все. Рецептори сбились, надо кофе найти. Я в цей раз, представляете, забыла взять из дома горсточку кофе. У меня вседа в кульочку кофе есть с сумочки. А сьогодні я забыла, потому что мы ехали от мамы. Обычно, когда мы из Чернобиля выезжаем, это мужский аромат, то я не забываю. В общем, не знаю, тут что-то не видно, ни где. Баночки с кофем, чтобы перебить, потому что я уже не могу различать. Так, а это что у нас? тоже Джорджио Армани. Ну-ка. Ой, це мені вообще якимсь гарбузом пахне. Нет. Де? Ну, вот этот я тільки що тестила. Це ж він, ну да. Ну, как-то чё-то не то. Не то пальто. Так, а ну, а це що? Ну, ну, ну такий, в принципе, да, да. Ну, опять же, я говорю, що в мене сейчас, мені надо срочно нюхнуть кофе или немножечко піти походить, отдохнуть от запаху. Я уже нічого не чувствую. Так, кицюнічки, кицюнюшечки, мої дорогесенькі. Я отдохнула. Тут, блін, музика і гра, я буду стараться все время говорить, щоб не забанили. Короче говоря, смотрите, що я нашла. Тіціана Теренсі, Людік Людочка, привет тобі, твой любимый аромат тут стоїть тоже. Вот, глянь, Андромеда. Ну, ми сьогодні будем говорить не про це. Для себе я відкрила новий бренд, вніціанський купець. Я ніколи не обращала на нього внимання, но сьогодні от я решила потестить от ці всі його. Саме більше мені понравилось з усіх, як відкриття для мене. Називається Imperial Emerald, що в переводі означає імператорський ізумруд. В общем, короче говоря, кицюньки, аромат невероятний, хто зможе його затестити десь, ви не пожалієте. Во-первых, сама бутылочка така невероятно красивого дизайна. І запах, ой, вообще, просто обалденный запах. Ой, вообще, тут єсть, самое главное, що єсть, от роза, ви знаєте, що я розу люблю. Тут єсть і ландише, і роза, і мандарин, от це так вот сразу, так вот, вроде, знаєте, сразу такий первый вдох, мандарин, пошла роза, пошли, цвети какие-то, вот эти вот, даже лилия чувствуется. Ну, в общем, все, що можна, все, що саме елегантне, все присутствие в цьому ароматі. Вот, і плюс, обязательно, я люблю в ароматі, щоб конечна нота була или амброва, или, вот, белий мускус. Вот тут вона тоже є, я чувствую прям її. Я ще не знаю, що тут є в цьому самом составі, я не читала, надо почитать, но запах невероятный, він просто мене взбудоражив, покорив, і, ну, обратив на себе внимание, як на сьогоднішнього фаворита. Это мой сьогоднішній фаворит, вот этот запах, кицюньки затестить, може комусь, конечно, він не понравиться, вот він називається, вот так вот, щоб ви бачили, 250 евро стоїть, невероятный, просто невероятный. Я сначала хотіла, от, надушиться, ви самі бачили, і чим, одланком, но, поемой, но, наверное, більше всього, що я, вот этот, вот, сейчас, присобачу на себя, этот запах, кицюньки, короче говоря, тут музика играє, я выключаюсь, потому, что пойдем дальше, там, может, музыки не будет. Мы вийшли, наконец-то, мы, кицюнь, опять маску оділа, вот там вот, в парфюмерной продукции, без маски ходят усі, понятное дело, бо нюхать надо, а тут мы уже оділи маски. Короче говоря, Манезя Маєлі оттуда витащив, нам надо уже идти на посадку, а я все никак, не можу, не можу, отлепиться, от этих парфюмов всяких. Это так завораживает, вот эти все запахи. Единственное, что, конечно, я вам сказала, что я протупила, и не взяла с собой кофе, и я не смогла в полной мере оторваться. Но ничего, я думаю, что, знаете, что я сделаю? Когда мы будем назад лететь, я там попрошу, ходила, отдохнула немножко, перебила запах себе, пішла, пішла до кафе, там, варили кофе, варили, знаете, такий запах кафешний, и опять вернулась, и вот это же обнаружила, вот этого венецианского купца, бренд, для себя открытие сделала. Вот, даже не ожидала сама. Так, ну, я вам сейчас включусь попозже, нам надо купить водичку, а то с этими духами таки воду не купили даже. Что ты говоришь? Мы пройшли ночью, там, поединки, не надо. Почему нема? Нам, где 14 у нас? А мы сейчас только на десятке, даже на девятке стоим. Мы тут проходим мимо кафешки, мы обычно тут всегда завтракали. Ну, не знаю. Сейчас у нас есть с собой бутерброди, мы сейчас, наверное, присадим, взял. Давай водички возьмем. Водички возьмем. И возьмем, наверное, я латы, а взял качайку, да? Ты чай будешь? Куда ты едешь? Тут в кафешке сядем. Покрепче, что ли? Челышу каже, покрепче ему надо. В общем, так. Так, 43.09, у нас 43.11 рейсов. Короче, Китиня, мы сидим, бачите, как сидела, так руку подперла, и но хоть врезла все. На пике. В общем, мы ждем свой заказ, мы взяли аналитик, ловенький такий завтрак, решили это завтракать. Все-таки сейчас около 4 часов утра, пока мы студим, судим, в общем, пока мы попадем в аэропорт, пока мы попадем в отель, то, знаете, голодный тетка. Сейчас перекусим. Заказали аналитик, изянушка собі фронтовые 100 грамм заказал, ну, почему-то он решил, что ему 50 хватит, не захотел 100. Я заказала собі шпицаперод, и и чай, яма чай, а я латех взяла. В общем, такий у нас буде завтрак. Легкий, легкий, легкий завтрак с аферитивом. Так что я так надеюсь, что нам его сейчас принесут. Будем ждать. Зяма тут в предкушении. Зямуха, что ты улыбаешься, сидишь, расскажи нам. Праздничное настроение улыбаюсь. Праздничное прямо. Да? Ты готов к отдыху? Всегда готов. А что ты первым долгом, что вот ты вот приедешь, что ты первым долгом захочешь сделать? Ну-ка, признавайся. Я что сделаю? Да. Это же как... Как карта ляжет. Не знаю. Ух ты, шмуль. Как карта ляжет. Знаю я, что ты захочешь первым делом сделать. Бим-бум, свій пить и выпить. Виски, который... Називается... Як же я же сама забыла. В общем, что мы его прозвали Бим-бум, потому что, когда он подходил до бара и говорил, что мне вот этот виски, то барменша, вона турчанка была, по-русски не говорит. И она просто его питала. Бим-бум? То есть, она не выговаривала это слово. Блин, как же он назывался? Я забыла. Тоже на Б. Блин. Ну, в общем, я вспомню, сейчас скажу. Короче говоря, мы вспомнили. Бурбон назывался. И вона не говорила Бурбон, а говорила Бим-бон. Так что, больше всего, если брать по каким-то таким физическим ощущениям, то, конечно, первым делом хочется искупаться в море. Прямо так, насладиться. А воно сейчас теплое-теплое. Ой, вообще, мы в таком предвкушении, кицюньки. Супер. В общем, взялка. Ладно, давай, что ты еще хочешь сказать? И я выключаюсь. Нам принесли заказик наш. Чайочек. Мы, честно говоря, думали, что вы апельсинов сначала принесете. Ну да ладно. А они уже нам принесли то, что нужно в конце делать. Пить. Латте. О, я не могу. Вот это обслуживание номер раз называется. Наконец-то мы дождались омлета. И принесли нам столовые приборы. честно говоря, обслуживание отвратительное кицюньки. Я недовольна. И я думаю, что это справедливо, чего я недовольна, потому что нормальный пиздец. Сначала апельсинов приносят, а потом приносят в конце кофе, чай и так далее. А тут все наоборот. Азябка чаюет, чаюет. Ладно, короче, мы будем завтракать. Сейчас я попробую, что они тут нам гарганили, омлет. Вместе попробуем сейчас так, выбачили. А, пироль принесли наконец-то. Ну, уже оно сейчас. Ну, омлет вкусный. Мы заказали омлет с шинкой и сыром. Сейчас я сунку сниму. Так, ну что, опирольным давай. Ну что, трубочку. дали трубочку. Дали, дали. Так. Я вам скажу так, что на столах по идее должны быть какие-то обеззараживающие салфетки дезинфицирующие. Так, как в Турции. Приходишь за стол обедать, ужинать, снидать шоу, полудничать. Они все лежат спиртовые салфетки. Так хорошо, что они у нас остались с прошлого года. В самолет же нельзя. Вот эти вот пир с канки виданных покажут. Вот. Вот. Такие салфетки сохранились. У меня с прошлого года 70% спиртовые мы витрыли руки своими салфетками. По большому счету, мне кажется, что, учитывая туташние цены, могли бы салфетки давать каждому посетителю, чтобы можно было руки витрыти. Хотя бы. Ладно, сейчас. Спасибо. Мы вот так. Мы вот так отмечаем отъезд. Давай. Апирольчик. Я его первый раз попробовала, когда у дочери была. Он, когда в корице набирали. Помните, мы в итальянском кафе, что сидели, и была я там апироль. Попробовала. Ну, тут как-то покрепче мені сделали. Да. так, прибыли к самолётику. Зямушка, выходь. Идём. Идём к самолёту. ТОН Идём Мой брусланд на милли평 брусланд у esto не как Остановка. Вот мне не нравится, когда по трапу заходят в самолет. Когда есть специальные такие выходы, которые сразу выводят до самолета, до самого входа. Билет, конечно, надо показать. Я вопрос, что билет надо показать? Конечно. Что там так долго усаживается? На улице прохладно, да? Да. У нас 26 ряд. У меня 26, у зями 27, я вам говорила. Заходим. Дякую. Мы уселися. Вон зяма сзади сидит. Зямуха. Взял. Все, одессы ходят, красотки. Замуха. Командир экипажа. Вот. Доброе утро. Доброе утро. В Анталлии. Зараз на 5-25 градусов. Час польоту 3 години 20 хвилин. Вважаю, прийду в Борису. Уважаю. 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 Час польоту 2.20. Сейчас в Анталлии 25 градусов. Ну все. И сюда. Благословите. С Богом. Приземлимся. Я включусь. Уважаю. В Анталии 26 градусов. В летим на Данталии. Сейчас будет посадочка. Всегда хотела заснять такой момент. Опа! Уху! А че никто не хлопает? Обычно хлопает Что не хлопает? Что не хлопает? Мы на земле! Идем с самолета в аэропорт На регистрацию и паспортный контроль Турецкое солнышко Турецкое солнышко Турецкое солнышко Турецкое солнышко Турецкое солнышко Турецкое соус Турецкое солнышко Кицуни, мы пришли багаж получать, такого в аэропорту я еще не видела в Анталії. Тут просто сталпа творения народу. Про санузел я вообще мовчу, я даже не знаю, какая там очередь, буду терпеть до отеля, потому что там нереально, просто мы не успієм даже на свою развозку. Мир народу, просто мир. Так, це 203, нам 201 надо лента, там буде наш багаж. Ладно, до включения. Валмазки порядочные. А я сняла маску для того, чтобы вам снять немножко, то в маске и в маске все время. Все, мы уже на автобусе едем в отель. Не знаю, сколько это времени займет, потому что в прошлом году у нас был автобус, сугубо, нашего отеля. То есть, он был полу пусти, и нас везли напрямую, не заезжает по другим отелям, не развозили людей. В этом году мы пришли по своему номеру автобуса, 6024. Мы пришли до этого автобуса. Там стоит, значит, вот эта встречающая сторона. Отметил наши фамилии, спросил название отеля и сказал, идите в той автобус, следующий. Ну, не в тот, который нам на встоке написали. В общем, мы пришли в этот автобус, тут автобус под завязку. То есть полностью, все места заняты. Мы так предполагаем, что тут все из разных отелей, что будут развозить людей, и это будет очень долго по ходу. Ну, вот засекаем время. Идем. Засекаем время, сколько мы будем ехать до отеля. Ладно, я сама, пока раздыхается, видишь, я не прослюсь. Не спал соболючий, я же вам сказала. Дрих, как младенец. А я нет, не могу. Я поплю без сплять самолючий. У меня, после меня, соседей, которые сидели, мужчина сидит, и там дальше возле окна его жена. Так вина же храпел, храпел. Я не могу. У меня хорошо, что у меня запас, на телефоне запас видео с ромашкой. Так я весь полет передавляла все видосики, чтобы быстрее время прошло. И не успела оглянуться, как уже объявляют, что надо пристегнуть ремни и, значит, закрить столики, вернее, поднять столики, потому что у меня столик был открытый. Я поставила сумку на него, телефон, смотрела, сидела. Не успела оглянуться, так быстро пролетело время. Вот надо просто отвлекаться. Сели мы, конечно, жестковато сьогодни, в этом году. Какой-то так неудачно. Такая посадка была, как-то странная. Так что так вот подпрыгнула в самолет. Вот. Ну, а так в целом, в принципе, все будет. Нам осталось совсем чуть-чуть. Так, я теперь тоже порядочно надела маску, хотя в автобусе все сидят без масок. Ну, потому что люди едут все с ПЦР-тестом, и поэтому... Я вам решила поснимать немножечко турецкой красоты. Пальмочки, цветочки. Як все ухожено, як все чистенько вон их. Впрочем, как и всегда. Умеют вон их ухаживать. За городом. Кондиционер дуже дуе. С одной стороны хорошо, но с другой стороны хорошо, что у меня капюшон есть. Так я капюшон доперла. Я потом вам еще включусь, когда мы уже будем возле моря проезжать. Ну вот. Наша цель. Море, море, море. С левой стороны расположен черепаший остров. С данного ракурса можете заметить, что он очень похож на черепаху. Панцирь, голова. Так, ладно, ведь сегодня мы будем досвиденькаться, потому что целион очень-очень устал. До следующих влогов. Я вас целую и люблю. Помните об этом. Ваш целеум.